В этом видео будет разбор двух новых оружий из Stand of 2. Недавно на самом главном канале Axle Bolt вышел трейлер 0.16.0 обновления. И в том трейлере мы увидели два новых оружия. М60 и М4А1С. Но прежде чем я приступлю к разбору этих двух крутых оружий, я хочу вам продемонстрировать старые скины, которые удалили из Stand of 2 в HD качестве. Глок Казуал, который был удален вроде 3 года назад. И был он только у разработчиков. К сожалению, этот скин мы никогда не увидим в Stand of 2. Это уже знают многие. Но посмотрите на качество. Какое же прекрасное качество этого скрина. Это мне скинул мой подписчик. Я не знаю, как он добился такого хорошего качества. Мне неизвестно, я просто не могу понять. Даже на рукоятке видно отблески. Как будто металл пошарпан. Это очень красиво. Следующий скин М4 Эвил, легендарочка. Он был удален немножечко раньше, чем Глок Казуал. Ну, если что, это по моей памяти. Так как я был в те времена, когда этими скинами выпендривался тот же Рекфис. Ну, не выпендривался, а просто продемонстрировал их своим подписчикам. Если что, Рекфис это тот человек, которому подарили просто так Глок Казуал, Глок Керамбит и эту Эмку. А потом просто удалили из его инвентаря. Получается очень странно и смешно. Подарили, удалили. Но в принципе, он успел насладиться этими скинами и продемонстрировать их в кое-каком видео. Каким образом он добился такого качества, что скин даже блестит и выглядит металлическим, я не знаю. Хоть бы это в стендов хотя бы добавили, было бы круто. Вот-вот мы уже почти подошли к разбору новых оружий. Но я хочу разобрать еще один скин из трейлера. Он выглядит очень подозрительно. МП-7, который расположен в кейсе возле двух террористов, выглядит не как МП-7, а слишком подозрительно. И мне кажется, что это какое-то новое оружие. И я бы хотел проверить, сравнить с настоящим МП-7, который находится в стендовке. Итак, я тут присмотрелся и оказывается, да, это обыкновенный МП-7. К сожалению, я додумал то, что это новое оружие. Но это обыкновенный МП-7. И АВП рядом тоже обыкновенный. Точнее, не АВП, а АВМ. Ну, чтобы вы не придирались, как вы любите это делать в комментариях. Придираться к каждому слову. Итак, миф развеян. И сомнения тоже. Я думаю, у всех были сомнения, что это МП-7 или нет. Или это новое оружие, или это какое-то УЗИ. На самом деле, это обычный МП-7. Первый пулемет в стендовке 2. М-60. Короче, американский пулемет. М-60. Машина Ган. То есть, машина оружия М-60. Принятый на вооружение армии и корпуса морской пехоты в 1957 году. А за страшный и некрасивый вид оружия прозвали его свиньёй. В стендовке у нас уже есть петух. Сейчас будет петух и свинья. Чем больше новых оружий, тем больше прикольных прозвищ. Я надеюсь, скоро ещё и мамонта добавят. Вот, кстати, как выглядит оружие мамонта. Если что, оно реально существует. Разработчики очень сильно постарались, и поэтому это оружие во всей красе видно в трейлере. А вот самое смешное, что на нём прицел. Вы представьте, какая огромная отдача должна быть, когда вы будете стрелять с пулемёта. И как только вы поставите это оружие себе на глаз, у вас просто уже не будет вашего глаза. Поэтому я не знаю, как это работает, и почему он его держит в руке. И как можно будет прицеливаться и стрелять. И как будет работать отдача со стороны. Всё это очень интересно. Оно смотрится очень огромным. Вы посмотрите, насколько маленький террорист на фоне. Разработчики взяли эту модель из реальной жизни. То есть, М60 существует реально. Но разработчики немножечко переделали для игры. И поэтому в реальности один в один оружие не найти. Только схожесть. И поэтому разработчики могут даже придумать своё название для этого оружия. Второе оружие, которое будет добавлено за КТ. М4А1С. Буковка С значит с глушителем. Я взял самые красивые кадры и поместил на фон. Это смотрится очень красиво. Просто посмотрите. Он, кстати, перезаряжается вверху. То есть, он должен его поднять вверх. Перезарядиться, потом обратно опустить. То есть, это прям такое тяжёлое оружие. 5,56 мм автомат М4 автоматический карабин. Созданный в США на основе винтовки. М16А2. Вот, кстати, как выглядит М16А2. И изначально предназначен для вооружений, экипажей, боевых машин и расчётов вооружения. И военные техники. То есть, это оружие прям реально тяжёлое. И оно не предназначено для того, чтобы с ним бегать и носить его в руках так спокойно, как мы это будем делать в стенд оф 2. И этот кадр прям реально смешной. Он его держит одной рукой. Спокойно, наверное, накачанный бицепс. Или я тупой и что-то не понимаю. Возможно, это оружие не настолько уже и тяжёлое, как кажется. Как про него пишет википедия. Но всё же это очень смешно. Он такой, типа, спокойно держит его. Прям реально накачанный человек. Прям жёсткий. Новые спецназы, походу, ещё бегать по стенам смогут. Это же Япония. И здесь должны быть какие-то ниндзи. На самом деле, стенд оф 2 никогда не будет добавлять суперспособности, мега прыжки и так далее. Потому что эта игра подогнана к CSGO. То есть, более-менее, это напоминает нам всё CSGO. А в CSGO, как мы знаем, нет суперспособностей. Поэтому в стенд оф 2 их тоже не будет. А этот скин из CSGO. Плюс тут есть наклеечки. На самом деле, это оружие выглядит очень прикольно. И дуло огромное. Ну, то есть, S это с дулом. Точнее, с глушителем. Но скины в CSGO, честно, мне не нравятся. Я, наверное, просто очень сильно привык к стенд оферским скинам. И поэтому, когда я вижу скины из CSGO, они мне вообще не нравятся. А это скриншот из CSGO. Я когда-то играл в неё в лет 10, в 2010 году. Или не в 10, не знаю, в 12. Я не помню. Это было очень давно. Поэтому то, что было давно, то неправда. Если что, это такая пословица. Я нашёл ещё один скин из CSGO. В принципе, более-менее этот скин мне нравится. Я не знаю, как он называется, но выглядит он прикольно. Есть концепт в стенд офе. Сделал какой-то автор, не помню, стендок групп или кто-то ещё. Сделали скин на M4, обыкновенную нашу, стенд оферскую. Скин щелкунчика. И вот он сильно похож на вот этот скин. Но тот скин щелкунчика ещё даже лучше, чем вот этот скин. Почему так? Почему в CSGO скины мне не так сильно нравятся, как в стенд офе? А вот тут без скина. А не, это скин. Это узор. То есть это обыкновенный чёрный. М4А1С. Я уже привык к названию. Обыкновенный, но с разрисовкой. То есть это типа скин. Но он мне вообще не нравится. Зачем такое добавлять в игру? Просто лишние скины, которые будут занимать место на рынке и в инвентаре. На месте CSGO я бы уменьшил количество скинов и не добавлял бы вот такой бред.